Начинаем нашу послематчу пресс-конференцию. Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Металл» «Липец» Сергей Иванович Машинец. Сергей Иванович, ну, поделитесь своим первым впечатлением о прошедшем матче. Мы здесь еще расстроились. Видится, что раньше всегда это дерби, кто бы на каком-нибудь не находился. Эмоции еще не склыли, но короткость. Первым таймом не получалось. То, что планировалось в тренировках, то, что наигрывали, не получилось. Может, это чуть-чуть были зажаты. С другой стороны, я не считаю, что на 1-2 мы играем первый тайм, потому что момента еще нет. Два стандарта, невязательно пенальти, плюс рикошек какой-то на головой мяч у штангальтера. Я считаю, что несчастный случай для нас. В конце уже даже моменты стали сознаваться. Второй тайм. Для нас уже удача началась, что мы забили быстрый гол, стали правильно играть. И я считаю, что второй тайм не нужно даже играть с преимуществом. Но команда здесь серьезная, состоящая задача, в которой мы выходили. Первый, примерный. Это не позволило нам добиться нужного нам результата. Но это футбол. Ребята благодарил за именно второй тайм. Первый, конечно. Недушка не тут. Начиная с 60-й минуты, где-то хозяева подселились совершенно очевидно. Национально вы стали больше держать мяч, но тем не менее. Остроте было немного у ворот хозяев. Не связано это с тем, что Дмитрий Картаво монотонно идет прямо в обыгрыш, не видя никого вокруг себя. Есть какие-то проблемы с этим в атаке? Проблем только, когда он идет в троих. Когда один в один обыгрывают, тогда это нормально. Я тоже сказал, что команда опытная. Да, мы золотили преимущественно, надо был счет отстоять. Они строго играли в обороне и пытались строгать на контратаке. Естественно, это и наша недоработка. Не только Артурова, но и все линии атаки, чтобы мы не создали достаточно валют, чтобы улететь голы. Ну и плюс, естественно, дальше хорошо сыграл в факелов обороне. Последний наш третий минут, когда было у нас преимущество функционально-нефункционально. Ну, естественно, счет такой скользкий, поэтому нужен. Предыдущая домашняя неудача с Лискинским и Лахмадевым как-то психологически повлияла на сегодняшний матч? Ну, повлиял, но не в первую очередь. Потому что время прошло, все мы проанализировали. Поэтому сегодня был другой матч, другой сопер. То игру мы уже забыли. Проанализировали, забыли. Самое сложное, что это для вашей команды было? Вы начали свои интервью с повышенного эмоционального фона соперников этих. То есть с настроем не было проблем? Или лидера? Нет, нет, конечно. Лидер был, конечно, не лидер. Факер был на десятом месте. Мы выиграли с таким желанием. Это всегда говорится. Плюс у нас, не знаю, еще есть 80% флипсов футболистов. И они с детства играют. Тоже шаги. Правильно? Мы всегда, мы всегда держим. Я с вами говорю. Так что... С мастерством были. Папа Дилич, какие ваши первые впечатления? Прошу Чимичу. Впечатления следующие. Всех с победой. Победа хорошо. Хорошо, что мы завоевали три очка. Плохо. Второй тайм. Большие вопросы по второму тайму. По содержанию игры. Вот такой короткий комментарий. К великому сожалению, те ребята, которые вышли на замену пара нападающих наших, крайние полузащитники, они не усилили игру, скажем так. Игра нервная, окончание нервное. Ну понятно, с чем это связано. Связано с тем, что мы играем практически все игры. Играли все игры, за исключением двух кубковых игр, где была ротация состава. Мы играем одним составом. Одним составом. И та нагрузка, которая в семи стартовых играх, при таком плотном графике, маленькие межигровые циклы в чемпионате, плюс две кубковые игры. Конечно, нагрузка очень большая все. И чувствовалось, что немножко свежести не хватило. Ну и второй тайм начали, пропустили гол все. И великое желание. Знали мы, что проигрывают после первого тайма там пол. Где-то в подсознании, наверное, это сидело, что пропустил сразу на первых минутах быстрый гол. И немножко занервничали. И мяч не стал держаться. Ну такая нервная, нервная игра, все. Нервное окончание игры. Хотя, по большому счету, Липец таких реальных угроз у наших воров не создал. Был навал, было стремление обострить игру, но реально такого чего-то не было. Качеством игры я не доволен. Результатом доволен, качеством игры я не доволен. Во втором этапе. Показалось, что с 60 минуты команда как-то просила. Ну я говорю, с чем это связано. В принципе, в перерыве мы принимали план, если первый тайм мы навязывали свою игру, быстро, доминировали в контроле мяча и территориально, то на второй тайм, введя 2-0, 2-0, мы приняли план немножко опуститься ниже. Дабы создать оперативный простор и с учетом скоростных качеств группы атаки нашей и хорошей передачи, поймать на этом моменте все. Но пропущенный сразу гол в первые 5 минутку, да, и немножко занервничали. Поэтому, где-то да, вы правы, что немножко команда функционально подсела. А причину я объяснил вначале, что одним составом мы играем, нагрузка большая. Не показалось вам, что немножко эта игра похожа на матч с Лисманским некомотивом, когда соперник играл максимально компактно, не создавая свободных зон, и загоняя вас в позиционную атаку. Ну, позиционную атаку, да, позиционную атаку, да, позиционную атаку не любит команда. Да, команда не то, что не любит, но нехарактерно. Да, мы играем немножко другой футбол, все игры, за исключением, правильно вы сказали, этих двух игр. Позиционная атака, она подразумевает четкий контроль мяча, большое количество передач, соответственно, движение больше, да, больше. И когда перекрываются зоны и оголяются тылы, есть, ну, предпосылки для быстрых атак, что в нескольких моментах они пытались сделать. Ну, пытались, ну, благо, что сыграло, ну, скажем так, добротно наше время обороны. Хотя вопросы есть и там, и по некоторым моментам и время обороны. Вы еще раз вот сейчас упомянули вначале о том, что те, кто вышел на замену, игру не усилил. Означает ли это, что, в общем-то, вы до сих пор, что как-то селекция до конца и уже все? Не, селекция, в принципе, селекция у нас закончится буквально через два дня. То, кого мы хотели заявить, допустим, на какие-то конкретные позиции, чтобы создать конкуренцию и равноценная замена была. В принципе, мы, в общем, выполнили эту задачу. Еще до конца заявочной кампании, буквально в ближайшие два дня, еще одного игрока мы просмотрим и решим, останется, не останется, и, в принципе, мы заканчиваем селекцию. Есть практически на каждую позицию по два, ну, с моей точки зрения, по два равноценных игрока. Просто они все находятся в разной степени готовности. Кто-то совсем недавно пришел в команду, как молодой парень, Турик с «Локомотива», только вчера мы его заявили, только вчера заявили, мы центрального защитника, потому что, ну, ребятам нужно какое-то время на адаптацию. Уговорить готовности, опять же, как и история с Василенко, пока решался вопрос с клубом, по трансферу, по всем делам, все, и они выпали с тренировочной работы. Сейчас будет немножко, даже вот здесь, мы не через три на четвертый день играем, или, как было, там, два на третий играем, да, сейчас вот даже пять дней будет, плюс игрового цикла, то и следующие игры до 28-го числа. Мы дадим возможность ребятам немножко дух привести, восстановить их, все. Плюс эти ребята подойдут, я думаю, что тут мы выйдем с этой ситуацией. Вопрос в футболе, не относящийся, но тем не менее. Не кажется ли Вам, что мы поздновато начинаем домашние матчи? Сейчас вот осень уже, вообще-то, близко, да? Как-то вот по темноте будем, если это... Ну, сегодня, видите, первые группы при... Я понимаю, что это меня от Вас, наверное. Да. Ну, нет, почему, от нас мы можем назначать, но, опять же, это сегодня вот затянуло облаками день такой, да? А до этого, ну, согласитесь, Вам на трибунах, на трибунах, наверное, жарко сидит. Мне жарко, да? До конца, до конца так будет? До конца года, да? Нет, ну, все будет зависеть от дня недели, до дня недели. Рабочий день, поэтому мы учитываем интересы болельщиков. Будут выходные дни попадать, мы будем начинать раньше. А так люди с работы не успевают доехать, все. Мы для болельщиков играем, поэтому учитывая их интересы, все.